Всем привет! Мы продолжаем серию передач об интересных, необычных и заслуживающих внимания в фильмах, книгах, музыке и людях. Прошлого и настоящего. В благословенном 2019 году вышел фильм, вместивший в себя Лавкрафта, древнегреческую мифологию, эстетику Бергмана, Тарковского, Дельвиля, Карла Теодора, Дрейра и многих других. Речь идет о потрясающем шедевре Роберта Эггерса «The Lighthouse». «Маяк» — одном из самых незабываемых современных хорроров, таящем в себе столько загадок, что для полного их раскрытия надо было купить диск. Я посмотрел этот фильм два раза в кино. Сначала в Германии, потом в России, а теперь и третий раз на этом замечательном диске. Посмотрел его, выходит, на трех разных языках. Немецком, русском, английском. И всякий раз это было совершенно неописуемое впечатление. Искусно стилизованный под фотографии конца 19 века, сделанный с маниакальным вниманием к деталям, быта, костюмов, манеры речи той эпохи. Фильм неспешно повествует мрачную и гнетущую историю о двух смотрителях маяка, затерянных на бесплодном каменистом острове посреди бурного, угрожающего, бескрайнего моря. Пространство фильма затягивает, магически действует практически преданный забвению формат кадры. Контрастное черно-белое изображение как будто дышит. Кстати, удивительный факт. Именно на этом диске качество оказалось таким, который я не видел ни в кинотеатрах, ни в Германии, ни в России. Удивительно. Так или иначе, советую такое смотреть именно на Blu-ray. Потому что наиболее крутое это смотреть одному в темноте в одиночестве. Тогда эффект будет убойный. У меня, здорового парня, пробегал холодок по спине. Как уже было сказано, фильм изобилует отсылками к Лавкрафту. И здесь я не побоюсь сказать. Лучше фильма на эту тему я еще не видел. Многие пытались приблизиться к уровню лавкрафтианского ужаса. У кого-то получалось более-менее, у кого-то не особо. Но еще никто не достигал такого единения с творчеством писателя. Отдельно хочется отметить явное и очень сильное влияние гениального американского живописца Эндрю Уайета. Уайетт был реалистом. И в данном случае то, что в фантасмагорическом ночном кошмаре его эстетика работает на ура, это воистину сильно. Это означает только то, что мы имеем дело с произведением искусства действительно высокого порядка. О проблематике, взаимоотношениях и психологической составляющей сказано уже очень много. Кто-то видит в этом историю Каина и Авеля, Прометея, Сизифа, экзистенциалистскую метаморфозу из бога в животное. Не случайно Томас Уэйк всегда называет Эфраима псом, а смысл этого слова раскрывается позже. А некоторые заходят так далеко, что даже сравнивают с зеленым слоником. Паттисона и Дефо, конечно, актеры невероятного уровня, сидишь просто раскрыв рот, наблюдая, как они выкладывались на съемках. В заключение хочу процитировать отрывок из отличной статьи из Котобача, которая затрагивает и предыдущий фильм Эггерса «Инфернальную ведьму». Лес и океан – противоположные пространства беззакония, пространства обманчивой тьмы и пространства зеркал и света. При сравнении они открывают изнанку ужасной близости и обнажают оба фильма как ослепительно черные, несмешные комедии. В «Ведьме» пуритане бегут от нечистоты своих ближних, но удаляются в бесконечную тьму, которая поглощает их души. В «Маяке» израненные грехом убийства души до смерти сражаются за контроль над светом истины. Когда я увидел этот диск, я чуть не подпрыгнул от восторга. Как же давно я жаждал заполучить этот великолепный фильм в свою коллекцию. Пожалуй, наиболее яркий, чувственный, эстетичный и запоминающийся шедевр о любви и смерти «Делла Морте Делла Море», как явствует из названия. Он сочетает в себе черный юмор и сильную драму о любви, постмодернизм и классический зомби-хоррор. Последний истинный шедевр итальянского хоррора. «Ожившее полотно» – один из самых красивых фильмов в мире. Настоящая некроромантика по-взрослому. Нет смысла как-то останавливаться на сюжете, так как привычная логика тут совсем не важна. Пространство фильма таково, что оно затягивает с самого первого кадра и устанавливает свои правила игры со зрителем. Эстетика смерти здесь переплетена с ироничной постмодернистской притчей о бессмертии души, а некоторые кадры и вовсе наводят на мысли о любви загробной, который пел дифирамбы как Йорк Бутгерайт, так и группа Сектор Газы, как французская демонесса Габриэль Виткоп, так и Рене Магрид, отсылка к которому явно присутствует в фильме. Актерский состав доводит до экстазы. Женскую половину Руперт Эверетт, мужскую, ослепительная Анна Фальчи, которая, между прочим, была пассией небезызвестного Берлускони. Идеальный вариант фильма для совместного просмотра с девушкой поздним вечером за бутылочкой отличного красного вина. Уж можете поверить, такой красивый и страстный фильм точно настроит на правильный лад. Несколько слов о фильме Black 47. Черный, 47-й. Купил диск под впечатлением от трейлера. Ожидалось что-то суровое, даже жуткое, сакральное. Ожидания не оправдались. Хоть фильмы обладают своеобразной атмосферой, более чем на один просмотр он не тянет. Надо сказать, что взяв такую многообещающую тему, как голод в Ирландии 1845-49 годов, создатели практически никак не прочертили фон эпохи. Голода, как такового, в фильме практически нет, как и нет всех тех ужасов, которые связаны с ним. Ну, может быть, в нескольких кадрах, да и то это показано довольно впроброс. Плюсом служит то, что довольно достоверно показаны варварские действия властей, которые и привели тогда к тому, что эта чудовищная ситуация длилась так долго. Собственно, вся история сильно смахивает на первую кровь. Но, конечно же, «Рэмбо» в этом плане гораздо более жесткая социальная драма. А жаль, с такими актерами, Хьюго Уивинг, мог бы выйти действительно острый, актуальный, мрачный и запоминающийся фильм. Бывший солдат возвращается на родину и объявляет войну лордам и сеньорам. Звучит круто? Что-то в стиле Михаэля Кольхааса или даже гобсовского Левиафана. Но в итоге вышел довольно предсказуемый фильм на один раз. Что интересно, в Германии фильму присвоили рейтинг 16+, тогда как никакой особой жестокости и графического насилия там нет. А у себя на родине фильм и вовсе имеет рейтинг 12+. Ну, немцы в этом плане вообще немного странные, так как я своими глазами видел, как они лепят рейтинг 18+, какому-нибудь бельничку с Сигалом или Норрисом, который мы все смотрели еще в начальной школе. Воистину загадочные люди. Ну и, так сказать, на десерт, на сладкое. Рассмотрим такой вот красивый диск, который я моментально возжелал иметь в коллекции. Имя Сеньора Браса уже упоминалось в нашей передаче и сдается мне это будет довольно часто. Ходят слухи, что именно этот фильм, продемонстрированный в начале нулевых на канале НТВ, спровоцировал бурление моралфажествующих ханжей, которые потребовали убрать эротическую продукцию с нашего телевидения. После этого единственным каналом, который не побоялся воплей моралистов, стал РЕН-ТВ. Вот как забавно получается. Сеньор Брас в каждом своем фильме люто троллит, высмеивает и издевается над моралфагами, а они потом пытаются его запрещать. То есть, таким образом лишний раз доказывая, что их правильно считают ненормальными. Скажите, какой здоровый человек будет кричать, что надо запретить изображение красивой женщины? Такое может кричать только больной. Немецкое название фильма «Eine unmoralische Frau» мне нравится даже больше, но более известное «All Ladies Do It». Снят он в 92-м году с великолепной Клауди и Кол в главной роли. Опять же, как бы сеньор Брас не прикрывался Моцартом и прочими громкими именами, цель такого рода фильмов ясна. Праздник плоти. Раскрепостить, развеселить, доставить удовольствие, ведь что может быть приятнее, чем созерцать женскую красоту? Как и во всех остальных его работах, здесь на передний план выходят проблемы супружеской верности. Брас высмеивает пуританство, ханжество и прочие навязанные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Иными словами, сеньор утверждает, гедонизм превыше всего. Поэтому его чувственные героини всегда жизнерадостные и не заморачивающиеся вопросами ханжеского приличия. Алистер Кроули в свое время написал для своей супруги, воспитанной в строгом соответствии с пуританскими и религиозными канонами, книгу под названием «Развратный роман». Этой книгой он хотел как можно сильнее раскрепостить супругу. Сеньор Брас в принципе делает то же самое. И судя по тому, что постоянно приходится воевать с моралистами, делает это успешно. Забавный момент. Есть такой кинокритик Кудрявцев, который писал о фильме «Почта Тинта Браса». Такие забавные слова. Сам Сеньор Брас утверждает, что ему пишут девушки со всей Италии и всей остальной Европы, фанатеющие от его фильмов. Но согласно опросам, в реальности его фильмы популярны исключительно среди солдат, матросов, геологов и прочих мужчин, которые по долгу службы лишены женского общества. Так вот, это все неправда, это снобистское высказывание, потому что очень много девушек, которые любят его фильмы, и это хорошо, и это очень здорово. Ну, а я решил немного поэстетствовать и посмотрел этот фильм вечером с замечательной пастой с креветками в вино Италия 2018 года, и это было просто незабываемо. Итак, на сегодня все, надеюсь, вам было интересно, скоро будут новые выпуски, смотрите хорошее кино, слушайте замечательную музыку, рефлексируйте, размышляйте, меняйте эту реальность в лучшую сторону. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok